Сегодня 29 февраля 2020 года по телевизору на многих каналах обсуждаются претенденты на главу правительства нового, так как за последние 8 месяцев никаких реформ не было проведено, а просто такие косметические мелкие штрихи, которые ничего существенно не влияют. Та цифровизация в Эстонии, к примеру, там 6 лет назад электронный гражданин был введен, там намного все круче, так что их достижения, что они давали, ничего фактически не влияет. И Арахамия, который лидер фракции «Слуги народа» заявил, что Тегибко не будет премьером, не будут его рассматривать, то там еще назывались кандидатуры, в том числе Юрий Ветренко, это заместитель Коболева с «Нафтогаза». Вы помните такого? Я случайно его сегодня увидел по телевизору, я обычно таких персонажей не смотрю, ни их, ни интервью, время не теряю, просто работал компьютер, телеканал транслировался, и он выступал. И так сквозь сон дневной, вначале чуть-чуть слушал, потом чуть повнимательнее, и знаете, что удивляет? У них есть такая часть людей, у них так подвешены языки, ну то есть говорит с экономической точки зрения, он все правильно, быстро формулирует, так красиво там рассуждает, все. Но когда ведущая его спросила, а где ж наш украинский газ, почему не продавать, который по конституции принадлежит народу, и можно было бы там, может и по 2 гривны продавать, и предпринимателям, и населению, и он как начал сыпать терминами о цене, которая складывается рыночная в результате уровень цен от импорта, от экспорта, что надо держать уровень, но так соскочил с темы, что просто стало противно, понимаете? Они менеджеры, и пришли на государственные наши предприятия, которые нам принадлежат, получают там баснословные зарплаты, выписывают себе многомиллионные премии. И вот он говорит, я успешный менеджер, да какой же ты сильно успешный, если ты сам ничего не создал. Ты пойди вот, как у меня на ютуб канале есть, Али Баба создал, 12 долларов у него в кармане было, сейчас 5 миллионов долларов он в день зарабатывает. Или Билл Гейтс, а что ж ты сидишь на государственном предприятии, менеджер ты великий. 76-го года рождения он. Гендиректор инвестиционной компании он был. Отец Витренко, кандидат экономических наук и мать, вы его все знаете, Наталья Витренко. Украинский политик, лидер прогрессивной социалистической партии. Народный депутат 2-го и 3-го созывов. Детство провел в Киеве, его отец в 80-е годы работал в Госплане ОССР и начал министерскую карьеру. Мать была доцентом кафедры статистики Института народного хозяйства. После развода родителей Юрий остался жить с отцом. После 8-го класса поступил в экономический колледж. Но факт тот, что смотрите, отец работал в Госплане и тоже персонаж Орозенко, вот вы его знаете, лицо вот этого всего, который вам говорит тоже затянуть пояса и все такое. Его дедушка работал в Госплане. Вот так вот они потом всех своих детей, внуков пристраивают на эти должности. Вот так вот идет селекция у них. Ну вот тут его пишут биографию, но это все противно читать просто, понимаете. Это люди, которые забирают вашу жизнь просто. Жена Ирина у него воспитывает троих детей, а другие люди не могут завести детей, потому что вы все деньги высосали из бюджета. И вот его тоже обсуждает на пост председателя кабинета министров, премьер-министра Украины. Ну не знаю, ничего хорошего я не могу о нем такого это. Будет очередной вот эта говорящая голова со своими немножко амбициями. Ну вот посмотреть на его фотографии, это вот такой тип людей. Тебя бы на поле, когда-то мы помогали сельскому хозяйству, чтобы ты 800 метров рядок прошел, травку повырывал, посопал бы. Тобто и попустился бы на грешную землю. Вот такие люди у нас. И как их всех убрать оттуда? Это просто, ну, позалезали. Все госплан. И тот Розенко, этот Витренко с украинскими фамилиями. Только что-то от вас, украинский народ, все уменьшается по количеству. Ну тут разве что пророческий частик Тараса Шевченко вспомнить про эту жизнь, которая спустя 150 лет наступила, как он описывал. На панщині пшеницю жала, втомилися, не спочивать. Пішла в снопи пошкандибала, Ивана сина годувать. Воно сповитое кричало У холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, Попестила, и, небесном, Над сином сидя задрімала. И сниться ей той син Иван, И уродливый, и богатый, Не одинокий, а женатый. На вольный бачится, Бо и сам уже не панщий, А на воле, та на своем веселем поле Свою таки пшеницю жнуть, А діточки обид несуть. И усмихнулася не бога, Проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла, Його тихенько сповела, Та чтоб дожать до нового, Щекону дожинать пішла. Сейчас новый трудовой кодекс принимают, Что суббота не будет как за выходной день платить, И еще много интересных там новаций, Что скоро будет такая же панщина. Ну, они не хотят реформы просто делать, Это в голове не укладывается, почему, На кого они работают, Все уже пишут за внешнее управление, Где какие группы влияния, А как же ж, Служба безопасности Украины, Почему это не пресекаются внешние контакты. Это ж фактически измена родине, Люди вымирают, В бюджете денег нет на медицину, С 1 апреля будет еще хуже, Там финансирование, Кругом поурезали медицинское, И психиатрические лекарни, Туберкулезные позакрывают, Пациенты пойдут по городам, По поселкам ходить. Так вот, власть от народа отделена, Но их международная Мафия втягивает, Которая держит финансы В интересную ситуацию, Пинчук не зря Активы сейчас стал распродавать, Что тут будет большой потом передел, Это будет по аналогии с 1978 годом, Когда Советский Союз поставили перед фактом, И он ввязался в авантюру, Так сейчас тоже другую страну втягивают в авантюру, И Украина будет тут главным действующим событием. И потом Украина будет катализатором Разрушения всей Европы. Эмигранты, мусульмане Сейчас туда идут, в Европу, Они потом покажут веселую жизнь французам, немцам, А Америка как жила, Хорошо так и будет жить. И процветать. На войне все наживаются. А какая у нас элита пришла, То Кравчук когда-то в одном интервью, Когда еще были печатные газеты, Рассказал, Что когда был АГК ЧП в Москве, К нему как высшему должностному лицу в Украине, Он тогда был председатель Верховного Совета, Пришел председатель КГБ Украины, И принес дела на 42 депутатов Верховного Совета, Которые были агентами КГБ, И спросил, что будем делать. То есть на 450 депутатов 42 сотрудничали с КГБ, 10% от состава парламента, Это штатные сотрудники. Но Кравчук решил ничего не предпринимать, Не предавать огласки, А потом эти дела поехали в Москву. И там они так и находятся. Так что можете сделать выводы, Какая все кругом элита, Как она себя будет вести, И будет ли она защищать ваши интересы. А другие кандидаты ничем не лучше этого. Абсолютно. Те фамилии, что называются, Один хуже другого. Их даже и комментировать не стоит. И что они решат, Они просто не способны делать реформы. И тут уже ничего не поделаешь. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры ДубQU